МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зорко смотрит постовой. Восемь участков магистрали стали безопаснее для горожан. Основателю слава. Благовещенцы осыпали памятник свидетелю Иннокентию цветами. По следам Кунста и Альберса в Краевическом музее прошла последняя в этом году чердачная экскурсия. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас в эфире новости города в студии Кристина Добровольская. Здравствуйте. И к первой теме. В грядущий понедельник в областном центре отключат горячую воду. Гидравлические испытания будут идти 5 дней. Проверка технического состояния тепломагистралей начнется в 8 утра 11 сентября и продлится до 11 часов вечера 15 сентября. Два дня энергетики будут испытывать сети повышенным давлением и устранять обнаружившиеся при этом поломки. После займутся ремонтом самой ТЭЦ. На очереди те виды работ, что можно вести только при полной остановке станции. Вернут услугу горожанам вечером пятницы. Больше 10,5 миллионов рублей этим летом власти потратили на безопасность горожан, обустройство новых светофоров. Мера оправдана, а число аварий в областном центре неуклонно растет. Только с начала года на городских магистралях машины столкнулись 294 раза. Где конкретно они теперь будут биться меньше, узнаете из нашего первого сюжета. Лихо проехать на роликах, пересечения Муравьево-Амурского строителей Вячеслав Крахмалов может, пока машин нет. Проезд откроют 30 сентября. После того, как рабочий уложит второй слой асфальта. Студент доволен даже одним. Ждал его долгих три года. Раньше дороги не было. Была трасса не асфальтированная. Там был асфальт, ну, небольшой был. Машины мало ездят. Так что особой необходимости не было. Сейчас просто разрастается, дорогу сделали. Светофоров не было. Просто подождал, пока машины проедут, и перебежишь. Перебегать больше не придется. Чтобы водители и пешеходы привыкали, трехглазые запустили в тестовом режиме. На обычный их переведут к концу сентября. Как и новые светофоры на Театральной Красноармейской и Октябрьской-Островского. Те, что этим летом появились на Амурской, Артиллерийской, Чайковского, Заводской и Изейской батарейной, уже подмигивают тремя цветами. Установили в областном центре и два вызывных светофора. На Кантемирово, напротив 13-й школы и на пересечении Муравьева-Амурского-Зеленой. Они помогут снизить аварийность. Но даже на регулируемых перекрестках не стоит терять бдительность, напоминают инспекторы. Специфика Дальневосточного региона такова, что большое количество машин с правым рулем. Водители при повороте направо. И ДТП происходит именно на правой полосе. На первой полосе, когда пешеход идет. Водители не видят его. Либо отвлекаются, разговаривают по телефону, либо не видят из-за стойки транспорта. По проекту развития дорожной сети Благовещенска, что разработали омские специалисты в 2013 году, ежегодно устанавливают минимум пять новых светофоров. 2018-й исключением не станет. Сейчас мы выбираем самые аварийные участки совместно с органами Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. На сегодняшний день могу сказать, что в планах есть у нас достаточно такой аварийный перекресток. Это улица Амурская, Политехническая. Рядом находится учебное заведение, детский сад. Поэтому в следующем году мы его обязательно обустроим светофорным объектом. Всего же в этом году на обустройство новых светофоров ушло больше 10,5 миллионов рублей. Средства выделили областной и городской бюджеты. Оксана Коростеленко, Андрей Белый, программа «Город». Благовещенские спасатели поймали двух разжигателей костров. За то, что орудовали спичками во время действия особого противопожарного режима, мужчины заплатят крупные штрафы – до 5 тысяч рублей. На поиски нерадивых дачников и любителей шашлыков ежедневно выезжает 10 патрулей. Спасатели и полицейские курсируют по городу, а также в Белогорье, Садовом, Плодопитомнике, Новом, Верхнеблаговещенском, Маховой Паде и районе аэропорта. Бывают люди, да, приезжаем, он жгет у себя дедушка какой-нибудь, жгет траву, как бы ничего особо такого он в этом не видит. Но все равно нельзя выписывать штраф ему. Все равно может произойти там большой порыв ветра и унести даже ему в сарай. Штрафы в период действия особого противопожарного режима возрастают почти в три раза. Ответственные дачники знают, как их избежать. Вот, допустим, сейчас картошку копаем, по дому все, кучу, ящик, закапываю всю эту землю, потом воду заливаем, они гниют, а потом утобрение. 174 избирательные кампании в Амурской области завершатся в единый день голосования 10 сентября. Благовещенцы в этот день будут выбирать депутатов в городскую думу. Сейчас в представительном органе вакантны шесть мандатов. Депутаты добровольно сложили полномочия или были избраны в законодательное собрание области. На их места претендует 25 кандидатов от пяти партий и один самовыдвиженец. Напомним, проголосовать могут лишь те жители города, на чьих округах нет депутата. Адрес своего избирательного участка можно узнать по телефону горячей линии 52-03-03. При Амурье празднуют 220-ю годовщину рождения святителя Иннокентия и 40-летие его канонизации. Возложить цветы к памятнику основателю города возле кафедрального собора и вспомнить о его свершениях пожелали сотни горожан. Торжественный момент запечатлела наша съемочная группа. Воспевая имя Твое, чтобы креп на небо храстить и детей красивых хрестить. Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто чтит память, потому как мы все с вами знаем, что если мы забываем прошлое, будущего нет. Настоящее пишем мы. Прошлое за нас написали. Впереди у молодых людей писать будущее нашего города. Это по его инициативе, его трудами был основан наш город. Человек, который занимался не только православием, он занимался и организацией учебы. Он очень много сделал для того, чтобы хорошие отношения были с Китаем. Я знаю, что сегодня отмечается не только 220-летие со дня рождения святителя Иннокентия и 40 лет его канонизации. То есть 40 лет, как он был причислен к лику святых. В библиотеке имени Чехова по случаю праздника сегодня дегустировали бурятский чай с молоком, солью и перцем. Точно такой напиток пили герои романа «Муравьев Амурский» Афиногена Васильева. Книгу презентовали сегодня. В основу романа забайкальского казака легли расшифрованные личные записи основателя Благовещенска, а также исторические факты. Книга была написана Афиногеном Васильевым еще в 1940-м. Раритетную рукопись благовещенские энтузиасты выкупили у государственного архива. Издать ее удалось благодаря средствам муниципального гранта – 100 тысячам рублей. Прочитать роман можно будет в библиотеках города. И к другим темам. Стадион 14-й школы Благовещенска выдержал проверку качества. Ее провели самые честные эксперты – ученики. С 1 сентября на новой спортплощадке прошло уже больше 70 уроков физкультуры. На одном из них сразу для двух классов побывал наш корреспондент. Катя! 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 Такой поддержке со стороны мальчишек была бы рада любая спортсменка. Четвероклассница Катя завоевала призвание сверстников своей жаждой побед. За два года накопила 20 наград в гимнастике. Но упустить возможность сыграть в футбол на новом стадионе родной школы не смогла. Я люблю играть с пацанами в футбол. И здесь с ними играю. За честь двора играли. С девочкой как-то с ними неинтересно. Они все жалеют там что-нибудь. Не так, как обычно. Упругую искусственную траву поля четвероклассники оценили. Ребятам постарше пришлась по нраву резиновая крошка легкоатлетических дорожек. Снижает нагрузку на суставы. Для девятиклассника Никиты это важно. Он будет готовиться здесь к школьным и городским соревнованиям. В бег парень пришел из гимнастики. Ей занимается уже 10 лет. И хоть награды не считает, уверен, они помогут при поступлении в ВУЗ. Я собираюсь поступить на военный факультет. Потому что это более интереснее, чем сидеть где-то в офисах. Выезжать куда-то. Общаться с более количеством людей, чем сидя в офисах. Большое количество ребят выходит на стадион. Ежедневно на нем проводят уроки для 10 классов. Но настоящую проверку на прочность он прошел 1 сентября, когда вместе с нашими на нем пинали мяч школьники из Хэ-Хэ. И даже в дождь площадка зарекомендовала себя. Можно выходить и играть в футбол. Такого никогда не было. У нас после такого ливня месяц вода стояла на стадионе и росли кочки. А сейчас это настоящий стадион. Здесь можно и футболом заниматься, и баскетболом, и волейболом, и легкой атлетикой. С момента открытия стадиона прошла всего неделя, а уже нашлись желающие его арендовать. Об этом просили футболисты-любители. Ответ школа пока не дала. Александра Боровикова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». На таможенном пункте пропуска Благовещенск Хэ-Хэ изъяли когти медведя. С дереватами в нижнем белье границу пытался пересечь житель Китая. Таможенники сумели обнаружить захоронку. В ней оказалось 9 когтей Буровы или гималайского медведя. Точный вердикт даст экспертиза. От ее результатов будет зависеть стоимость дереватов и штраф, что назначит китайцу. Так или иначе, его сумма составит несколько десятков тысяч рублей. Сегодня в Благовещенск прилетели первые артисты юбилейной амурской осени. Наталья Егорова, Андрей Межулис и Эвклит Кюрдзидис. В общем, 12 звезд. В рамках пролога фестиваля они отправились на творческие встречи в «Свободный». Сама же «Амурская осень» стартует 16 сентября. Накануне определился состав зрительского жюри, что будет оценивать полнометражные фильмы. В него вошли фельдшер, студенты Дальгау и БГПУ, редактор одной из газет и социолог. Организаторы выбрали их по итогам собеседований. Народному жюри, напомним, придется оценить 11 лент, 7 из которых премьеры. Заслуженная артистка Амурской области Елена Грачева даст благовещенцам урок актерского мастерства. Сыграть под ее руководством любого из чеховских персонажей можно будет 9 сентября. На чердаке Краеведческого музея. В его исторической части этим летом проходят экскурсии с архитектурным уклоном. На одной из последних в сезоне побывал наш корреспондент. Сто лет назад по этому самому чердаку вступали разве что Кунст, Альбертс и их подчиненные. Летом 2017-го сюда мог зайти любой. Дом строился в три этапа. Это постройка 1894 года, 1898 года и 1911-13 год. С тропилом, несущей системе скатной крыши, больше 100 лет, но конструкция все еще крепка. Это больше всего поразило Сергея Каратенко. В залах музея благовещенец был бесчетное количество раз. На его чердаке оказался впервые. Почему-то в детстве, я помню, мысли для чердака не доходили. Но тогда уже было понимание того, что есть где-то фонды. То есть то, что экспозиции не представлены все экспонаты. И очень было бы интересно посмотреть. То есть больше, наверное, они в подвалах хранятся. Вот туда и хотелось попасть. В исторической части чердака экспонатов в буквальном смысле слова нет. Их роль выполняют забитые в начале 20-го века гвозди, паутина и просто атмосфера старины. Ну как чердак всегда используется? Собирается хлам, вносится все, что не нужно. Но это были немцы, Кунст и Альбертс. И в Германии чердаки использовались. Вот там, где мы сейчас с вами находимся, помещение для сушки белья. Вот эта часть. В самой последней части, это 1911-1913 годы, использовалось пространство под складские помещения. Хранили товар. Организация экскурсий в историческую часть чердака не стоила музейщикам и копейки. На другую, в 700 квадратных метров, они потратили около 2 миллионов рублей. Свои деньги и средства гранта, что выделил Российский фонд культуры. Но мультимедийную зону с дизайнерским оформлением экспонатов благовещенцы посещают так же часто, как и ту, что не имеет витрин вовсе. Я думаю, что эту часть не надо трогать. Потому что чердак, какая-то часть обязательно должна оставаться чердаком, тем таинственным чердаком, непознанным для людей. Почему вот такой огромной популярностью пользуются наши экскурсии с архитектором? Потому что посетители могут пройти по историческому чердаку, где они еще могут благовещенске такое испытать. Всего в благовещенске 13 чердаков с историей. Свободное посещение для горожан было открыто только в музейной. Юлия Анохина, Андрей Белый, программа «Город». Соревнования по парусному спорту, автомногоборье, уличное рисование и много других интересных событий сулит горожанам предстоящий уикенд. Чему еще уделить время? Узнаете из анонса. В субботу на территории яхт-клуба «Командор» соберутся три десятка спортсменов. В 15.00 там стартуют двухдневные соревнования по парусному спорту. Часом позже на спортплощадке горпарка можно будет сыграть в пляжный волейбол. А посмотреть на работы уличного художника можно возле ротонды. В 18 часов Евгений Савин творит в технике спрей-принт-арт. В 10 часов утра в воскресенье на автодроме, что на промышленной 6, начнется чемпионат по автомногоборью. Часом позже горожан ждут в конно-спортивном клубе «Алюр» на благотворительный праздник. В 13.00 дом ремесел в честь своего третьего дня рождения презентует выставку «Парад фантазий». А в 6 вечера у триумфальной арки пройдет открытая тренировка по тайскому боксу. Ждут всех. 500 первокурсников приняли участие в торжественной линейке в честь начала учебного года. Накануне возле сцены ОКЦ прошла презентация молодежных площадок и праздничный концерт. Первокурсники из 11 вузов и СУЗов города познакомились с шестью молодежными площадками. Желающие смогли записаться в спортивные секции, вокальные студии, школы танца и даже стать молодогвардейцем. Я бы хотела записаться в ряды молодой гвардии «Единой России», проводить различные акции и доказывать всем, что наша страна самая лучшая и нужно гордиться ей. И на сегодня у меня все. Приятных вам выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok